Добрый вечер! В течение дня испытывает разный возраст. Он может быть в какой-то момент младенцем, в какой-то момент стариком мудрым, в какой-то момент просто юношей, который восторгается в жизни. В течение одного дня. А что говорить про жизнь? 60 – это не 30, это не 40. Это такой большой жизненный опыт. Это столько мудрости, да? Учитывая вашу творческую деятельность, вашу творческую натуру, мне кажется, что вы такой сейчас учитель, да? Мастер. 60 – это хорошая традиция считать, что человек, который достиг какого-то возраста, он мудр. На самом деле у меня много было разочарования именно в этом плане, когда я делал фильмы про обряды и обычаи. И спрашивал у стариков, значит, то я убедился в том, что возраст не означает мудрость. Человек может достигнуть там 100 лет и, как говорится, ума ему это не прибавило. Это такая горькая истина. То есть поэтому возраст еще не обозначает, что человек приобрел огромный опыт. Он может жить в очень таком вакуумном пространстве, хорошо сохраниться, но не обладать каким-то знанием. Если честно, я думала, что мы с вами встречаемся накануне вашего 50-летия. Да. Ну, это, наверное, спасает мое творчество, которое изначально основано на любви. А любовь, она, я бы сказал так, плодотворна в любом случае. Я хочу вернуться в вашу юность, потому что я знаю, что свое первое стихотворение вы написали в 17 лет. Вот поэзия, это вот, о чем вы говорили, это как раз опыт. То есть если ты это прожил, то оно потом как-то притворится в стихи. Если нет, то бесполезно придумывать, потому что жизнь богаче любой фантазии, любого воображения. Поэтому в данном случае я, конечно же, писал раньше. Это не первое стихотворение. Но писал, как вот все говорят в песне, да. Кто не пишет там в 18 лет. Я, тем более, вел Стенгазету. Мы даже издали как-то Стенгазету с другом художником. Он рисовал шаржи на наших преподавателях, а я написал на них, значит, ну, понятно, всякие памфлеты. В результате нам вызвали директора и чуть не отчислили, потому что это воспринялось как антисоветчина вообще. Первое стихотворение, о котором мы говорим, как пример того, что это было прожито, я написал в день, я даже не могу сказать в день смерти моей матери, бабушки моей, потому что я бабушкин сынок. Ситуация была такая. 31 декабря, в 6 часов вечера, я зашел с ней проститься, потому что, ну, в общем, понятно было, что она умирает. Но она еще не умерла, а я пошел в комнату и писал стихи о том, как бросаю комья земли на ее гроб. То есть вот несоответствие какого-то, то есть я уже проживал то, что еще не было. И вот это первое стихотворение, в общем-то, оно хранится у моей матери. Но вы помните это стихотворение? Нет, я его не помню наизусть, потому что тяжелое стихотворение, а человек же как, он же очень себя бережет. И вообще, у меня, честно говоря, стихи, я свои не то чтобы не помню, но вот у меня нет такой вот потребности их цитировать наизусть. Для меня стихотворение – это ребенок. Вот он родился, момент рождения – это чудо, да? А потом он идет по жизни сам, он растет и обретает свою жизнь там в чужих устах, в чужих сердцах. И для меня иногда возвращение, так сказать, этого человека, скажем так, оно всегда как-то интересно, что с ним случилось. Прошло время, я его сам перечитываю, и это как бы другое стихотворение, не мы даже, может быть, написанное, но что-то нас роднит. Я читаю вот ваши стихи, мне понравилась фраза «Душа болит, а сердце терпит». Мне кажется, это вот передает как-то и ваше состояние, да? То есть, чтобы писать стихи, душа должна болеть? Душа должна быть всегда открытой. Даже не должна быть, она изначально такая у всех. Просто со временем происходит некое огрубление. Вот, например, есть замечательное слово «родничок младенца», который с возрастом закрывается. Ну, чтобы, так сказать, черепок был крепкий, чтобы морги не растеклись, когда падаешь. Но, на самом деле, я это воспринимаю как вот точку, которая... Соединяется. ...из которой небо с тобой, да, соединяется. И вот душа – это тот же самый родничок, который всегда открыт. Может он с годами очерстветь, да, и человек, начиная забывать все вот это ощущение чуда, ощущение рождения, ощущение любви. И, наоборот, озлобляется. Что вот, так сказать, ему казалось, что мир прекрасен, ему было много обещано, а он ничего не получил. И тогда человек приходит там к ужасной мысли суицида, там, никчемности своей. Поэтому душа, она для меня, как бы, это такой камертон в каждом из нас, которая отзывается с самой, может быть, ну, у многих людей в критические минуты. Вот. А у людей творческих она, ну, по-моему мнению, должна быть всегда злилеена лаской. То есть ее надо не беречь, а тратить, наоборот. И чем больше тратишь, тем она, как бы, закаляется. Есть люди, которые делают очень мало, но об этом так много говорят, и так много пиара, много шума, много статей. Ну, то есть, и человек известен, да? То есть, он может снять один фильм и прославиться, да? И этот фильм может его кормить, там, до конца его дней. Я знаю, что вы сняли более ста документальных фильмов. Нет, еще до ста не дошло. До ста не дошло, да? Около ста. Около ста. Около ста. Да. Некоторые фильмы я посмотрела, и вы знаете, я просто удивлена тому, что, ну, я не знакома с вашим творчеством близко, потому что меня никто не знакомил. Ну, вы знаете, я, как бы, по натуре такой человек, не люблю выпячиваться. И даже вот в связи с этим юбилеем сейчас, да, так сказать, у меня берут интервью, и наверняка выйдет это все в газетах и на телеканалах, и будет как раз тот самый пиар, что он мне скажет, ну, вот, бах, там, себя там, вовсю расхвастался и так далее. Ну, тут еще, может быть, какая-то вина, в кавычках, моего отца. То есть где-то я, он стоит всегда передо мной, идет впереди меня, его слава, и мне всегда говорили, это сын Гафу. Вот, и очень долго меня это, как бы, вдохновляло, потом очень долго, как бы, принижало, скажем так, да. И вот сейчас, вроде как, я вышел из тени, у меня теперь есть свое имя. Теперь уже на равных. Ну, на равных, я хотел сказать о другом. На равных, мы как-то, был такой вечер, еще при жизни его, мы выступали вдвоем. Он читал мои стихи на каратском языке, я читал его стихи на русском языке. И, как бы, впервые, и, к сожалению, в последний раз, показали, что есть еще и поэтические династии. И, видимо, Костик Петтыма, ну, после этого он недолго прожил, к сожалению. Вот, но он успел застать вот этот счастливый миг, когда, так сказать, мы были вдвоем. Был такой случай, звонит мать ночью и говорит, что ты такое сделал? Я говорю, что? Чем ты прогневил отца? Я говорю, а что случилось? Он сидит там в своем кабинете и костерит тебя почем зря. Испугался, думаю, вроде я ничего такого не сделал. На следующий день он нас звонит с утра спокойно и говорит, оказывается, он переводил твои стихи. Я говорю, ну и что? Он, говорит, кричал, я переводчик Пушкина, переводчик Лермонтова, что же я своего сына не могу перевести? Потом он мне сказал, говорит, ты очень русский поэт. У тебя есть выражения, которые, ну, в казахской поэзии они ничего не значат. Вот ты говоришь, уходит август. Я не знаю, говорит, как это перевести. Тем более, что это последняя ключевая фраза к створению. Ну и что, что уходит август? Да, да, да. Вот. Но, год я понял, что можно донести другими образами твое состояние, твое настроение. В предисловии вы пишете, что отец вам часто говорил, ты не знаешь своего счастья, у тебя есть я, твой отец. Мне кажется, у вас были особенные отношения. То есть вы даже когда приглашали его на чашку чая, вы так аккуратно открывали дверь. Да, я к нему обращался на вы, где-то как чужому человеку, потому что, ну, я говорю, я бабушкин сынок, и поэтому она мне говорила, что даже такую фразу, что у тебя нет отца. И отец этим возмущался, типа, как можно при жизни вот так вот обо мне говорить. Возможно, то, что мы с отцом редко виделись, как-то так, хотя у нас были в доме много, приходило писатели, поэтов, были такие вечера замечательные, и сейчас об этом даже как-то странно рассказывать, что они играли в великих людей. Вот, значит, кто-то выбирает какую-то букву, и они на эту букву пишут, значит, кто больше всех знает великих людей на эту букву. Серьезные люди сидели, вот, раздавались карандаши, бумаги, вот. И было любопытно тем, что когда называлось какое-то незнакомое имя, и кто-то не знал, об этом человеке рассказывался. Ну, это такая, как бы, школа такая, энциклопедическая, то есть узнавались на слуху, установились какие-то известные фамилии. Там, кстати, был спор, кюри. Чего два раза написано? Потому что это вот муж и жена, кто-то не знал, да? Вот, то есть такие очень любопытные вещи были. И вот... Но воспитываясь в такой среде, вы не могли стать другим? Может быть, хотя, так сказать, понятно, что я, говорю, я вообще-то любил математику. То есть я уже в школе решал задачки, пособия для поступающих в вузы, участвовал в математических олимпиадах и хотел поступить на физмат. И вот, кстати, здесь можно сказать о связи с отцом, что вот он помог, как говорят сейчас, по блату, да? Чем он мне помог? Значит, выпускной год, 70-й, я написал в выпускной экзамен сочинение в стихах. И получил грамоту, что вот, так сказать, у меня особое отличие там литературное. Он об этом узнал, и тут как раз приехал из Москвы Лициан Иппалитович Климович. Это такой знаток Востока, профессор. И он набирал группу переводчиков в литературный институт имени Горького. И вот здесь, в связи с тем, что отец работал в связи с писателем, вот он тогда был заместителем главного редактора журнала ЗУДОС, он узнал об этом и, значит, предложил мне подать там свои какие-то работы. Ну, во-первых, у меня их было немного, и мне нужно было написать что-то заново, потом что-то перевести. Он мне там помог, так сказать, с подстрочником. И плюс нужны были публикации. И вот он организовал мне, по-моему, три или четыре публикации, вот, я насчет помощи, какая она была. Там, газете «Вечерняя Алмата», там, три строчки. Там, Кайрат, там, проиграл Пахтакору или выиграл его, там. И вот такие три, ну, буквально, там, новостейные вещи, чтобы формально соблюсти, там. И вот благодаря этому, почему-то из трехсот работ выбрали пять человек, число которых я попал, и мы поехали в Москву и поступили в территорию института. То есть вот это вот такая помощь отца была в том, что он вовремя владел этой информацией. Когда я закончил территорию институт, я вдруг увидел на защите, что отец в зале сидит. Он мне ничего не говорил, что он прилетит в Москву, там, и так далее. А защита дипломной работы в чем заключалась? Мы читали свои стихи и переводы. Я, как переводчик, должен был читать переводы. А переводы у меня там были и несколько сторон не отца. И в одном из переводов я добавил целую страфу от себя. Это непозволительно вообще, так сказать, непрофессионально. И прямо образ такой, там, вот, на сцене леса, одинокий ворон. То есть никакого ворона там не было. Я смотрю на отца, читаю, все, думаю, сейчас он скажет, что это неправда. Вот. Ну, слава богу, он у меня защитился. И отец повел меня в ресторан, где был Пушкин. И сказал, вот, я не верил, что из тебя что-то получится. Ну, тем более поэт. То есть он так для него, поэт, это высокое звание. Он-то по-настоящему знал, что это такое. И говорит, ну, раз они так говорят, наверное, в это надо поверить. Давай вот, так сказать, дух Арвах Пушкина тебя, как бы, благословит. Мне кажется, вы везунчик с рождения. Да, наверное. Да, потому что вам повезло родиться в такой семье. Я сейчас просто слушаю вас и понимаю, что вам 60 лет, а вы с такой теплотой говорите о своем отце. Вы знаете, он до сих пор рядом со мной, и я удивляюсь, как он вовремя появляется. То есть какие-то я провожу, ну, пишу всякие сценарии, там, и так далее. И вдруг вспоминаю, что у него что-то про это было, читая его. Или в какой-то момент, там, он мне, там, снится. И, в общем-то, я всегда с ним веду такой диалог, продолжаю вести. И в этом плане, так сказать, я думаю, что он до сих пор мне помогает. У меня, кстати, вот целый цикл, посвященный отцу, родные травы. Мать мне рассказывала такую историю. Понятно, что степи, дороги, как дождь пройдет, все размывают, и они застряли где-то в грязи. Ну, не было там, не знаю, сколько-то месяцев, еще года не было. И из-за того, что не было еды, питья, то молоко пропало у матери. И, значит, я плачу. И тогда она прям вот платком набрала водицы из копытца, след копытка. И дала мне бояться, что я умру. Но я выжил, козленочком не стал, как там говорится в сказке. Вот, но тем не менее, вот с рождения я в степи, так сказать, постоянно ездил с отцом. Не успел я на степь наглядеться, кто мне сможет сегодня помочь? Жеребенок веселого детства ускакал в непроглядную ночь. Чем я дрему ночную нарушу? Где томишься ты, мой аргамак? Мне не спать, степь врывается в душу. Я почуял ее аромат. И вот, кстати, я хочу прочитать сейчас творение, которое практически не читаю нигде. Ну, почему-то вот сейчас захотелось, да? Ни птиц не видно, ни зверей, цикад не слышен перезвон, из-за прокинутых степей тревожный гул, как долгий стон. Пучки травы, как звезды в небе, сгорели землю, обнажив, и прячет степь в бессильном гневе, во врагах ржавые ножи. Вот спросите, о чем это творение, я не смогу ответить. Но вот ощущение вот этого вот, какой-то неразгаданной, неизвестной истории, она, в общем-то, осталась. Но степь это ваша, да? Для меня она не главная. Хотя вот, почему-то часто цитируют творение, трестише такое, которое тоже, в общем-то, когда я пишу, я не сознаю наверняка то, что делаю. И самое странное, что я объяснил это творение себе потом, когда уже мне стали спрашивать, почему я так написал. Это было такое трестише. Когда в степи моей умолкнут кузнечики, я умру. То есть, такой вроде бы грустный историй, да? А потом только понимаешь, что я говорю о бессмертии, а я никогда не умолкну. Разговор. Странно слышать, и все же мой друг рассказал мне, что мается степью. Что мечтает вернуться в дыру, где почаще услышишь о небе, где погоду давно узнают по своим, по законным приметам. Даже воду простую там пьют, как последний глоток перед смертью. Мне в степи час-другой. И наскучит селена разнотравья и нор. Даль пустая, ни птицы, ни тучи. Обожженный, бесстрастный простор. Друг заспорил. Да где же здесь ветру разойтись между ваших домов? А у нас там что утро, что вечер. Я рукой отмахнулся. Ну, ясно, без слов. Побледнел от обиды мой друг. Но ничуть не бледнее меня. Город мой познается не вдруг, а полюбишь, не мыслишь и дня без него. Так что спор бесполезен. Но в одном я уверен совсем. Если город покажется тесен, то и степь не поможет ничем. Но вы где себя комфортнее чувствуете? В экспедиции? Дома? С семьей? Или же вот за монтажным столом, когда вы снимаете, когда вы монтируете свои документальные фильмы? Ну, в общем-то, везде. Если работа идет. То есть, состояние влюбленности, в котором, я считаю, должен пребывать каждый творческий человек, вот, оно толкает меня в дорогу, потому что в дороге, встречаясь с людьми, видя природу, ты понимаешь, что что-то в тебе есть древнее, и, наверное, какие-то гены просыпаются, и я радуюсь, опять же, той же степи, тем же людям, и ощущаю, что ты, ну, как бы, не одинок в этом мире. И вообще, вот, в поездках, удивительное дело, вот, как раз проект «Девятая территория мира», я взял с собой, пригласил, значит, фотографа Николая Постникова. Вот, встреча с людьми, которых достаточно тяжелая жизнь, некоторые даже в то время и денег не видели, наличные, так сказать, не щупали. У них был такой оптимизм, то есть, понимаешь, что, да, где-то есть власть, где-то есть Астана, но, тем не менее, жить-то надо. И вот они выживают, и у них нет вот этого вот какого-то пессимизма, обреченности, всегда светлые, открытые лица. Поэтому я люблю много ездить, и благодарен тому, что сейчас мы продолжаем целую серию альбомов вместе с Николаем Постниковым, и к нам сейчас присоединился Олег Белялов, очень талантливый фотограф. И я с ними, они фотографируют, я пишу стихи, и однажды был такой случай, что они уже сняли эту местность. Там такие кульфутасы, камни могильные, и вместо такого «Шхандыгансюзе» это «три крови» переводится. То есть, три рода пролили кровь, боюясь за родник, то есть за источник, и, понятно, там осталось, могильник такой. Пять часов езды до него. И мы были на этом месте 20 минут. Потому что начинал накрапывать дождь, а это солончаки, мы можем там остаться, что называется, на неизвестное время. И пять часов обратно. Это было сделано только для того, чтобы я это прочувствовал. И написал стихи. Вот это удивительно. Я всегда удивляюсь людям, которые ради вот этого момента, 10 часов потратили ради того, чтобы вы что-то почувствовали. Да. Но вы всегда делаете то, что вы хотите. И в результате родилось творение пять строк всего. То есть, все ваши стихи – это ваш опыт. Вы делитесь опытом, получается. Да. Вот это будет правильно сказано. Но вы делаете всегда только то, что вы хотите? Или иногда вы делаете что-то по заказу? Ну, это не касается стихов. Стихов, видите, я должен прожить их, написать. Поэтому стихи, к сожалению, мне многие говорят, вот ты хорошо рассуждаешь там о том, о чем. А почему этого нет в твоих стихах? Я говорю, ну, видимо, это, так кажется, приходит свыше. И я, честно говоря, не говорю, что я пишу стихи. Я их записываю. То есть, вот они пришли, я их записал. И надо бывать странные стихи, которые, так сказать, ну, казалось бы, не мои. Ну, раз они пришли, то не записать. Другое дело, могу это издавать или не издавать. А то, что касается заказа, то это, скорее, вот кино, в котором я создал, ну, скажем так, порядка 80 фильмов, из которых только один, может быть, я снял по собственному желанию. И потому он мне дорог, он такой самый радостный, самый веселый. Козелтрактор. Козелтрактор, да. Это вот о группе художников. Мы поехали по дороге, снимали. Они делали всевозможные перформансы, инсталляции. Я в этом участвовал. Настолько увлекся, что они потом приняли меня в члены своего, так сказать, коллектива. В союз художников? Да, и подарили мне такой колпак и халат, так сказать, ну, так сказать, это их форма. Я о нем вспоминаю еще с таким удовольствием об этом фильме, об этой поэстке, потому что это было вот спонтанная импровизация.